Уважаемые коллеги, я опять считаю, что слишком мягкий, слишком такой поверхностный закон, который отчасти защищает интересы граждан и безопасности на дорогах. Но основных проблем опять не видят авторы, не видят Дмитрий Федорович, о которых народ уже кричит. Вот с этой идеей быстро-быстро запрячь, быстро-быстро поехать. Но вот получилось, поспешили и народ разозлили до предела. Почему? Потому что это действительно касается миллионов почти всех автовладельцев. А я знаю цифры, знаете, я специально Дмитрия Федоровича проверил, цифры знаю. Больше 150 миллионов штрафов. И цифры растут 20% в год примерно. Больше 100 миллиардов рублей из карманов наших граждан. Вот эти бизнесмены в основном вытащили. И видите, даже мы не знаем, сколько из этих 100 миллиардов с лишним денег пошло на дорожный фонд, на инфраструктуру, на безопасность. А это вопрос, значит, авторы идеи даже и не ставили, оказывается, да, даже и не ограничивали. Вот он главный вопрос, главное требование людей. Вы хотя бы 75-80% вот на это дело благое направьте, да, тогда, ну, легче будет переносить вот получение этих писем счастья. Но самое главное больше будет проку, проку безопасности наших граждан. Конечно, ДТП, да, они сручаются все чаще и чаще в тех местах, где камер почему-то не появляется. И наоборот, в тех местах, где пробки, знаете, там нет особого напряжения, но все в камерах. Очень странно, ведь я считаю, что самое главное требование к установке камер, не даже не техническое, а то, в каком месте будет установлена эта камера. А про треноги вообще говорить невозможно. Он где хочет, там встал. Только ГИБДД должно спускать план установки этих камер на основе анализа вот этой аварийности ситуации. И лучше бы, чтобы эти же самые деньги, которые собираются на этом аварийном участке, они шли на исправление ситуации. Освещение, светофор, разделительная полоса. Вот об этом, господа, сенаторы и наши уважаемые коллеги, давайте подумаем, давайте исправим вот эту ошибку, которая изначально была выгодно заложена сюда, чтобы только думать о заработке денег. Спасибо. Спасибо.